приветствую всех давно меня не было были на то причины было как-то не до ютуба да и вообще не до чего а тема наша сегодняшняя уже классическая полюбившаяся это наша любимая опг сегодня еще зацеплю не только полицейских но еще кое-каких интересных товарищей смотрите начинается у нас полицейский который находился на соответствующем посту на линии разграничения систематически получал неправомерную выгоду от граждан которые и туда переходили и назад я так понимаю переходили причем просто получал он еще требовал людей то есть вымогал людей деньги за то чтобы они спокойно как бы и без каких-либо проверок проходили то есть он таким образом обеспечивал им проход без проблем интересный конечно такой товарищ я так смотрю фотографии нам публикуют такой мультивалютный он и гривны брал и доллары и рубли у него там целые пачки он за день я и даже не представляю сколько он там за день мог накосить бабок там наверное десятки тысяч гривен тупо за день мог надо получать вот так теперь он имеет возможность случае если его вина будет доказана посидеть еще и в тюрьме от пяти до десяти с конфискации имущества это вот знаете есть такое выражение кому война да кому и мать родна так вот это как раз тот персонаж которому эта война вся очень даже была интересна и выгодна потому что он просто зарабатывал сумасшедшие бабки следующий у нас любители получить чужие деньги один из следователей в харькове предлагал подозреваемому закрывать уголовное дело за 6000 долларов и его задержали когда он получал первую часть в размере 15000 вот теперь тоже этот чудо правоохранитель из национальной полиции рискует прилипнуть на срок от пяти до десяти лет ну это же конечно же с конфискации теперь у нас следующий это нацгвардия нацгвардия так хоть и не полиция но все равно входит в систему мвд тоже такой интересный случай начальник аптеки медицинского пункта национальной гвардии украины то есть человек который в аптеке в общем-то занимается вопросами реализации аптечных всех этих товаров что он сделал он создал схему при которой каким-то вот интересным образом те скажем так лекарства которые содержат себе наркотические вещества он как-то этом хитро продавал целый канал даже создал там я так понимаю задержали сразу несколько человек и еще дальше устанавливают кто в этой схеме был среди военнослужащих и среди гражданских лиц задержан этот у нас красавчик это тоже вот какие-то калатые фразы сегодня да кто что охраняет тот то и ворут вот у нас как раз товарищ аптек в аптеке был начальником этого медпункта и занимался продажей наркотиков здорово здорово у нас правоохранители да здорово мне вот такая мысль посещает вот есть же там нормальные люди но может их немного но есть да и вот представьте каковы вот они вот такое читают или слышат на в интернете где-нибудь в новостях они просто берутся за голову думают блин ну почему опять какой-то ой даже не буду говорить кто этот берет взятки торгуют наркотой потом нормальные люди уходят оттуда потому что вот это вот все дерьмо которое вот у нас так или иначе выходит на свет божий она касается и нормальных людей пусть их и немного но все равно их потом это касается и их ненавидят там их соседи найти его они не могут просто работать когда ощущают эту ненависть ненависть к себе которую они в общем-то не заслужили ну и напоследок господа полицейские вы там по 1000 по 5 берете тут наверно за проходом по 200 по 500 гривен берет закончили досудебное расследование уголовном производстве в отношении начальника отдела службы безопасности украины и его какого-то подчиненного которые вместе с посредниками требовали у потерпевшего деньги в размере 110 тысяч долларов сша а что произошло гражданин украины я так понимаю совсем недавно он стал гражданином украины ну я так понимаю у которого есть достаточно денег если с него требовали 110 штук его взяли в общем-то в оборот сбушники еще там какие-то посредники ну целая тоже опг и начали его крутить что типа мы тебя короче сделаем так что мы тебя лишим гражданства выдворим за территорию украины и сделаем еще какие-то уголовные дела липовые на тебя подбросим боеприпас и наркоту и бла 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 там целую схему короче его давили психологически его как бы напрягали и требовали 110 штук теперь ждут суда вот эти вот товарищи и рискуют они прилипнуть аж на 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества но это вот так вот я в шутку сказал полицейские учитесь он из баушники но понятно лишь понимаете что эта шутка никто пожалуйста не делайте ничего подобного потому что можете прилипнуть очень крепко и все на этом жизнь ваша рухнет не стоит вот эти вот деньги вашей жизни вашей свободы пока и и и и и и